Еще разок подучить ПДД и внимательно смотреть на дорожные знаки. Только так получится без проблем преодолеть круговой перекресток. Как еще быть, если проезд по нему отличается не только в разных регионах России, но и в пределах одного города. Например, в Рязани на улице Свобода преимущество имеет автомобиль, который въезжает на круг. А перекресток перед платной дорогой действует по совсем другим правилам. И хоть в ПДД все четко прописано, не запутаться тут сложно. Согласно правилам дорожного движения, в случае, если перед перекрестком с круговым движением установлен знак «Круговое движение», в сочетании со знаком «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено», водитель транспортного средства, находящегося на перекрестке, пользуется преимуществом перед выезжающими на такой перекресток транспортными средствами. При отсутствии знаков приоритета водители пользуются правилами проезда перекрестка равнозначных дорог. На перекрестке равнозначных дорог водитель без рельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Такие правила дорожного движения были введены еще в далеком 2010 году. Тогда все поменялось с точностью до наоборот. Приоритет был у тех, кто въезжает на круговой перекресток. Правда, для нашего региона это нововведение не сильно изменило правила проезда. Согласно новым планируемым поправкам в ПДД, на таких участках дороги те, кто движется по кругу, должны получить приоритет. Такое решение объясняется тем, что это увеличит пропускную способность и сделает дорожное движение безопаснее, без лишних бюджетных затрат и внесения серьезных изменений в законы. Водители на такие возможные нововведения реагируют по-разному. Наверное, да. На загруженных кругах. Здесь разницы никакой. По идее, то, что у нас это не везде так. Не знаю, не только, наверное, в нашем регионе, но это, по-моему, решение местных властей. Потому что везде, где я был, там главное движение по кругу. То есть, кто на круге, он спокойно съезжает, а кто заезжает, он уступает дороге. В принципе, мне кажется, что меньше получится заторов, когда движение главное по кругу. Проект поправок в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения. О сроках их введения пока не сообщается.